Добрый день, дорогие друзья! Витаю ваше новое индузи! Этого видео могло бы и не быть. Я собирался, как обычно, запостить текст, картинку, ну, как вы сами знаете. Но в какой-то момент я понял, что мне хочется высказаться, и видеоформат подходит гораздо лучше. Ближе к делу. Вчера посольство Российской Федерации опубликовало у себя в социальной сети Facebook обращение к гражданам Российской Федерации. Посольство призывало их, в случае, если они сталкиваются с агрессией, дискриминацией или призывами, угрозами к насилию, обращаться в посольство, писать на официальную почту посольства, и, собственно, их заявки будут рассматриваться. Я не знаю, сколько человек обратилось, написало на эту самую почту, зато я видел, что творится в комментариях к этому сообщению посольства Российской Федерации в Молдове. Там есть агрессия, там есть угрозы, там есть обещания, там есть истерия, там есть оскорбление, все что угодно есть. Чуть дальше вы увидите, я снял даже небольшое видео с тем трэшем, который там происходит. Но что хотел бы я сказать вот на эту тему? Две вещи. Первое. К огромному сожалению, общество в Республике Молдова расколото. Что бы там ни говорил, президент Майя Санду со своими сторонниками, дескать, у нее все хорошо, все под контролем, там консенсус, мир, дружба, согласие, что бы ни говорили оппозиция, которая уверяет, что все под контролем, все хорошо, все замечательно, они не допускают никакой розни. Ребят, просто зайдите на станичку, официальную страничку посольства Российской Федерации в Молдове, просто почитайте комментарии и вы поймете, ничего не под контролем. Общество расколото на два непримиримых лагеря. Причем один из лагерей, он в разы агрессивнее, тем более, что Фейсбук к этому потворствует. Как вы понимаете, я говорю о прозападных сторонниках, о проукраинских сторонниках, которые позволяют себе такое, что в любое другое время, в любой другой социальной сети, нормальной человеческой социальной сети, было бы абсолютно неприемлемо. Угроза, оскорбления, обещания насилия, все что угодно там можно прочесть. И в связи с этим хотелось бы вот что сказать. Ребят, те вот, кто угрожают русскоязычным, те, кто угрожают русскоговорящим, те, кто угрожает просто гражданам России, просто порой даже не задействованным никак, не имеющим никакого отношения к происходящим сейчас событиям. Ребят, если вы так хотите поугрожать, так хотите расправиться, то все мы знаем, где идут сейчас боевые действия. Отсюда, от Молдовы до Украины, украинской границы не так далеко. Поэтому, ребят, собирайте манатки, двигайте в том направлении, там вам выдадут оружие, вы сможете выплеснуть свою агрессию и пострелять. И, может быть, даже вернетесь живыми домой. Попробуйте сделать именно это, вместо того, чтобы бесконечно агрессивно поливать всех грязью, угрозами и оскорблениями в социальных сетях. Ну вот, собственно говоря, как-то так выговорился. Ну а дальше, собственно, можете посмотреть, что я видел вот в этих самых сообщениях и поделиться со мной, какие возникли мысли у вас после увиденного. Смотрим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...